хоба привет с вами доктор плат у нас плюс 3 сыра ну в общем погода как морда у лошади сырая и теплая ну ладно давайте интересно вчера комментарий был от любы ха 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 док год это 15 назад в телепрограмме с олимпиады реально напечатали стрельба с цибули так это компьютер перевел стрельба с лука ну лук это цибули а я помню давно где-то я читал украинских детей учили ну первые слова складывать читай л-у-к а что получилось цибуля ну так и правильно кто будет спорить так ну ладно давайте новости новости так в пятницу заместитель госсекретаря сша по политическим делам виктория нуланд заявила что соединенные соединенные штаты поддерживают нанесение украины ударов по военным объектам расположенным в крыму ну вот так а ты рыжий таракан письков ему не понравилось да ну и хрен с тобой беги потяни трусы беги из москвы так потому что после крыма будет москва камала харрис только я про нее говорил это вице-президент сша и вот она появилась сразу так вот она заявила сша официально установили что россия совершила преступление против человечности да ну правильно конечно не только против украины вообще против человечности так байден чё-то байден так байден назвал эпидемии насилия эпидемии насилия с применением оружия в сша ребята у нас у нас стрельба постоянно и призвал к реформе закона об оружии достаточно это его слова достаточно прошло 48 дней с начала года в нашей стране произошло уже как минимум 73 массовых расстрела ребята очень много мысли и молитв недостаточно насилие с применением огнестрельного оружия это эпидемия и конгресс должен действовать немедленно да стрельта стреляют все время так опа число погибших в результате землетрясений в турции выросло до 40 тысяч 642 а мне кажется уже больше где-то я видел все равно много так умерла бывшая жена владимира высоцкого актриса людмила абрамова а вот так на восемь четвертом году жизни так у высоцкого и абрамовой родились двое сыновей аркадий и никита еще кто-то умер умер спортивный комментатор владимир писаревский возрасте 87 лет да я помню его хорошо еще по радио он выступал передачу вел владимир писаревский прям вот помнится так это что такое роман костамаров пытается сбежать из реанимации так он тяжело переносит ухать ухудшение состояния здоровья пытается самовольно покинуть реанимацию да что за хрень лечили улечили залечили все поотрезали ую так стали известны подробности о состоянии госпитализированного бедроса киркорова а вот так вот ну это отец киркорова филиппа так и чё он перевели из реанимации ему 90 чёрт в смоленске сгорело два ларяка ну пожары постоянно вообще так шторм в калининградской области повалил светофоры и оборвал провода а европа замерзает да замерзла европа ужас ужас все время плюс 15 мне передают вот из германии в частности 12 15 так а штормит калининград так морозы до минус 18 градусов придут в москву на следующей неделе германия исключает какие-либо уступки территории украины в переговорах с рф заявила глава мид фрг анна лена бербок да вот так вот по ее словам справедливый мир предполагает что тот кто нарушил территориальную целостность а именно россия выведет свои войска из оккупированной страны гнать их надо швабрами швабрами укрепить долговременную безопасность украину призвал премьер министр великобритании реши сунак так обеспечить мир в краска в краткосрочной перспективе будет не зато недостаточно да ну вообще разоружить разоружить российскую армию к чертям так что еще пример финляндии санна марин считает что запад допустил большую ошибку не отреагировав жестче на аннексию крыма в 2014 году да ну конечно надо было тогда уже шевелиться я про грузию вообще не говорю так что еще германия заморозила активы рф более чем на 5 миллиардов евро с начала войны штрафными штрафные меры коснулись средств не только подсанкционных физлиц и компаний но и центробанка рф а вот так вот что тут еще в украине погибли более 30 тысяч боевиков чувака вагнер 90 процентов из них бывшие зэки вот так вот это война сволочи так петербурге отменен спектакль энштейн и маргарита с ксенией рапопорт она заступилась за за ахиджакову которая с первых дней открыто осуждает нападение россии на украину теперь государство пытается отменить неугодных артисток так что еще дед садовцам пермского края провели мастер-класс по стрельбе из винтовок в детском садике вы представляете так что еще какая хрень россия может идти только вперед так как запад не не оставляет ей выбора гитлер тоже самое говорил абсолютно слово в слово евгений пригожин заявил чвк вагнер не имеет отношения к российской армии вы даже к людям просто не имеете отношения так это я уже говорю почему стали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора теперь будут и за зеленый просто проехал неважно куда даже если светофора нет все штраф деньги нужны делать ракеты гранаты так в москве продлили желтый уровень погодной опасности больше нигде в москве все время какой-то светофор но я уже говорил какая-то чушь воронежские синоптики предупредили жителей о сильной метели а вот так вот метель 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 воронеже так житель уфы решил устроить кровавую расправу прямо в кафе и чё он стрелял тут нет ножами ножами он в разные стороны размахивал так виктория нуланд наметнула на ядерный статус украины сша помогут а вот это было бы хорошо это даже было очень хорошо так дальше смотрим премьер британии сунак пообещал первым поставить киеву вооружение дальнего радиуса действия да вот так вот да хабаровску лупить там базы из горящей гостиницы в российском городе спасали спасли почти 40 человек это где в норильсте гостиница загорелось да что тут еще у меня в москве стали продавать микро студии площадью менее девяти квадратных метров и как там жить будка какая-то собачья так в уфимской школе дети мерзнут мерзнут на уроках а вот так вот аномально морозы а отопление плохое эстония выступает за создание спецтрибунала для расследования преступления агрессии против украины заявил глава мид страны урмос рейнсалу по его словам это даст рычаг для для преодоления иммунитетов российского президента путина и главы мид лаврова да ну конечно чтобы все было по закону взять и повесить так что еще европейские державы отказались от колонии колониальной идеологии но россия ее возрождает заявил президент латвии эдилс левец по его мнению это зависит не только от путина значительная часть общества поддерживает эту идеологию рф еще долго будет оставаться агрессивной страной да ну конечно если урки одни живут на территории не тут говорили насчет хороших русских да есть хорошие русские я насчитал человек 40 так в судане где правит военная хунта все-таки появится база в мф россии кремль кремль хочет оттуда контролировать суэцкий канал и индийский индийский океан в обмен москва будет снабжать судан судан оружием и эксплуатировать его золотоносные шахты комментарии а губище не не треснет освободители и контролеры еще комментарии интересно контролировать доплыли уже хорошо полагаю еще как комментарии полагаю вскоре на прокорм про корм очередного нахлебника россиянам повысит пенсионный возраст еще лет на 10 еще комментарии интересные прям таки вижу суданская социалистическая республика и герб с очередным венком из колосьев золота хвостов скота нефтяных вышек и прочих оливок и хлопка еще комментарии то есть это дряхлое дряхлое никчемное говно хочет еще что-то контролировать ой даже такое слово сказал неприличное в ближайшие месяцы запад поставит украине столько же оружия сколько за весь предыдущий год это заявил реши сунак а интересно если у нас будет президентом тоже из из индии там одна тетя рвется в президенты да так дальше мид сообщил нидерланды закроют торг пресса россии в амстердаме со вторника это мид это маша маша захарова сообщила опа получи так нидерланды вышлют часть российских дипломатов и закроют свое представительство в санкт-петербурге даже еще и так глава мид германии бербок призвала путина изменить политику на 360 градусов ой странная она путин умеет считать только до 40 градусов так москвичам раскрыли способ серьезно сэкономить на путешествиях дома сидите делов то так блинкин предупредил китай о последствиях случае помощи россии в спецоперации а вот так это госсекретарь сша нечего соваться макрон хочет поражение рф на украине но не ее полного раза разгрома но ты подумай еще позвони кому-нибудь так страны евросоюза в срочном порядке изучает способы объединиться способы объединиться с целью закупки боеприпасов для поставок украине пишет рейтерс это было бы более эффективно чем индивидуальные заказы стран отмечают собеседники агентства ну конечно вместе надо все делать вместе собянин собянин анонсировал открытие южного речного вокзала плывите москвичи плывите плывите так я заканчиваю эксперт назвал простой способ освободить память смартфона куда его положить в стакан с водой что ли нет ну вот тут он рассказывает а нужно это сбрасывать смартфон до заводских настроек перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию это старый старый анекдот товарищ майор у нас тут документы лежат с 40 летней давности можно их выбросить можно но только сначала все про прокопируйте ксерокопии сделайте а потом а документы выбрасывать ну вот это то же самое так ладно хорошо авто вас может выпустить 100 тысяч лада веста в двадцать третьем году а может выпустить одну что вероятнее и последняя новость выпуск российского электромобиля планируется начать в конце 2026 года где будет россия уже в какой заднице в конце двадцать шестого года электромобиль а сегодня без рыженького мальчики сейчас я их обоих эй пацаны миша гриша маленькую будете но так чтобы на них посмотрели маленькую будете миша гриша это миша миша из темноты а вот и рыженький ну посмотри на посмотрите да маленькую хотите они хотят маленькую да как внимательно смотрят где у меня маленькая так рыженькому маленькая миша маленькая вот так ну посмотрели все повеселее да ну пока с вами доктор Влад